2 ноября, понедельник, в прямом эфире телеканала Думская ТВ Новости. В студии работает Елена Еремеева. Здравствуйте. Оснований для пересчета голосов по итогам выборов мэра Одессы нет. Такое заявление сделали представители партии, доверяя делам. В Политсиле отмечают, во время голосования правоохранители зарегистрировали всего 5 жалоб на нарушение процесса. Однако производство по заявлениям милиция так и не открыла. Некоторые участники избирательных процессов, некоторые общественники искусственно накаляют ситуацию путем публикации в соответствующих материалах о том, что якобы органы досудебного следствия, прокуратуры, милиции завалены на сегодняшний день уголовными производствами в отношении членов комиссий и по факту каких-то правонарушений. Такая информация не соответствует действительности. Публикуется она исключительно с целью донести до граждан Одессы, создать такой информационный вакуум, подготовить площадку, что в случае, если вдруг выборы будут признаны недействительными, то общественность будет информационно уже готова к такому результату. А тем временем в ЦИК официально назвали Труханова победителем на выборах мэра Одессы. Как сообщает Думская НЭЦ, Центральная избирательная комиссия опубликовала официальные результаты по прошедшим местным выборам. Так, победителем мэрской гонки в Одессе стал Геннадий Труханов, набравший 138 865 голосов или 51,33%. Одесскую область хотят лишить мощной статьи дохода. Филиал государственного предприятия МВД Украины «Информресурсы», который занимался вопросами всех штрафплощадок в нашем регионе, ликвидировали. Чем грозит реформа? Смотрите в следующем репортаже. Штрафплощадки Одесской области рейдерски захватывают, заявляет глава ГАИ области Александр Одижный. Филиал государственного предприятия МВД Украины «Информресурсы», который занимался вопросами всех штрафплощадок в нашем регионе, ликвидировали. Полномочия госоргана перейдут Херсону в южный межрегиональный филиал. На территории Одесской области функционирует 13 штрафплощадок. Одесская область является передовой областью в организации данной деятельности по количеству штрафплощадок, которые сегодня функционируют в нашей области. В Херсонской области 2 штрафплощадки, в Николаевской 3 штрафплощадки. В таком случае прибыль от одесских штрафплощадок будет уходить в Херсонскую область. Тот же самый подоходный налог, который предприятие уплачивает с заработной платой, оно уплачивается по месту регистрации предприятия. По информации, которая есть сегодня у меня для анализа, хочу опять же вам для общественности предоставить. За 9 месяцев 2015 года от одесского филиала с плата до бюджета Одесской области 206 и 666 тысяч гривен. Я ничего не имею против, но хотелось бы все-таки задать вопрос, а не нужно ли эти деньги все-таки оставить в бюджете Одесской области. Главу ГАИ области удивляет и тот факт, что директором южного межрегионального филиала назначили люстрированного ранее Александра Ефименко. Он, будучи заступником начальника управления МВС Украины в Херсонской области, был звильнен из посады, то есть люстрирован. Возникает вопрос, каким образом назначили указанного представителя на эту должность. Александр Адижный планирует обратиться к киевскому руководству, чтобы не допустить сомнительного, по его мнению, назначения и вернуть Одесской области источник пополнения бюджета. Мария Сапкалова, Владимир Кацман, Алексей Мураховский, Думская ТВ Число жертв Иволги возросло до 19. На выходных были обнаружены тела еще двух погибших при крушении прогулочного катера в Затоке. Первое возле железнодорожного моста акватории Днестровского лимана. В кармане погибшего нашли водительские права. Это 49-летний житель Авидиопольского района. Второе тело обнаружили на территории порта Бугас у берега. По данным ГСЧС, личность рыбака уже установили. Им оказался 63-летний одессит. Напомню, прогулочный катер Иволга затонул 17 октября. Правоохранители продолжают разбираться в причинах аварии на 13-й станции Большого фонтана. Инциденты с участием общественного транспорта. Делают ли выводы чиновники? На что жалуются одесситы? И за что продолжают любить желтые богданы? Тему продолжит Юлия Прабачай. Работа общественного транспорта напоминает круговую поруку. Горожане жалуются на маршрутки, водители на условия труда, автоперевозчики молчат. Удобную тишину нарушают аварии с участием маршрутных такси. Подробности последнего инцидента на 13-й станции Большого фонтана правоохранители продолжают выяснять. Говорить о том, что виновен пешеход, либо была еще версия о том, что там была якобы какая-то коробка, мы пока не будем. То есть в ходе следствия следователь, когда соберет все необходимые материалы, проведет все следственные мероприятия, только тогда уже будет понятно, какая же была причина данного ДТП. Дорога у Херсонского сквера. Пять лет назад на этом месте водитель маршрутки не справился с управлением. В результате авария унесла две жизни – женщины и восьмилетней девочки. После трагедии чиновники установили так называемую защитную конструкцию. Видимо, у этой конструкции хозяин отсутствует, поэтому к нему решили приложить руку охотники за металлом. Причиной аварии зачастую становится человеческий фактор – невнимательность на дороге или банальная усталость. По инструкции водители перед началом рабочего дня обязаны проверить техническое состояние машины и пройти медосмотр. Нехотя, но нам все-таки демонстрируют полученную путевку в рейс. Путевка – это значит, что вы имеете право выйти на линию? Вот такая бумажечка дают, там, где доктор расписывается, механик и все выпускает. Ценность бумаги сомнительна. В то время, как за баранкой водители проводят по 8-9 часов. Не на камеру признаются, что претензий к работе много. Начнут жаловаться – работодатели быстро найдут им замену. Пассажиры зачастую терпеливо относятся к многоруким богам забитых маршруток. Если он справляется, то почему нет? Конечно, с контролером было бы удобнее, наверное, и водителю, и пассажирам спокойнее. Нужно чуть-чуть сделать более человеческие условия труда, тогда и отношение к человеку будет совершенно другое. И у человека к его работе. С пониманием относятся не все. Сетуют, что чувствуют себя пассажирами грузового транспорта. Грязные маршрутки, их мыть надо, убирать надо и вообще техническое обслуживание проводить нормальное, а не скрипящие тормоза и все остальное. Было бы лучше, наверное, если бы добавили рейсов побольше. Вот 185-я, 242-я, 146-я. Те, которые ездят как раз по проспекту Шевченко, они почти всегда забитые. К остановкам в неположенных местах, отсутствию квитанций и прочего положенного по закону свыклись все. Хочется верить, что разорвать круговую поруку сможет политическая воля, а не очередная авария. Юлия Пробача и Дмитрий Бондаренко, Думская ТВ. Осенний призыв стартовал. В армию уйдут полтысячи одесситов. По информации Министерства обороны, в течение ноября на срочную службу планируют призвать 11 тысяч украинцев. Те, у кого есть высшее образование, отслужат год, остальные полтора. При этом в зону проведения антитеррористической операции военнослужащих направлять не будут. Напомню, начало осеннего призыва 2015 своим указом с 1 октября на 2 ноября перенес президент Украины Петр Порошенко из-за выборов. Украина – единственная страна, где разрешено снимать судебный процесс на видео. Такие реформы все больше приближают государство к европейским нормам. Как провести революцию в украинских судах, рассказали столичные юристы. Подробнее прямо сейчас. Четверокурсница Лилия планирует стать адвокатом. Прозрачность судебного процесса, по мнению девушки, неотъемлемая часть работы. Общество должно перестроиться и поверить суду. Украина – единственная страна, где на законодательном уровне любой желающий может снимать и фотографировать судебный процесс без разрешения судей. Это должно снизить коррупцию в стране, считают участники проекта «Открытый суд». Они уже посетили с видеокамерой почти 300 судебных заседаний. Снимают бесплатно приоритет социально значимым делам. Суд – это установка, которая надает послуги. И судья, и прокурор – это не царь, это не Бог. Мы просто продукуем другую философию. Про то, что если человек сплачивает судовый сбор за рассмотрение своей дела, она должна получать качественную послуги. Такую правовую норму организаторы проекта рассматривают СИЭС и США как ключевой элемент борьбы с коррупцией и несправедливостью в судах. Успех Украины может стать примером для применения механизма в других странах мира. Ольга Китик, Ксения Терзи, Вячеслав Лаштаба, Думская ТВ. Очередной детский сад готовят к открытию. В нем планируется разместить 5 групп по 20 детей в каждой. В дошкольном учреждении уже оборудовали актовый и спортивный зал. И в настоящее время на территории устанавливают площадку с травмобезопасным покрытием. Подробности далее. Раньше здесь располагался Центр социально-психологической реабилитации детей. В мэрии посчитали, рациональнее объединить его с центром в первом одесском приюте. Теперь здесь будет новый детский сад. Помещение полностью переделали под дошкольное учебное заведение. Как ведутся работы, проверил одесский городской глава. Мы соединили два реабилитационных центра. И детки переехали спокойно, абсолютно сейчас комфортно себя чувствуют вместе. Причем там задачи и направления совпадают. А здесь у нас мы получили детский сад. Благодаря электронной очереди группы в детский сад номер 10 уже набраны. В каждой будет заниматься по 20 малышей. Здание, скажем так, было... Ну, стены стояли. Само здание стояло, но оно, конечно, уже было такое подзаброшенное. Произошла наружная облицовка детского сада, внутри полная перепланировка. То есть были разрушены те перегородки, которые не нужны и достроены, которые соответствуют нормам. Реконструкция стартовала летом. У каждой группы будет своя игровая комната, санузел и раздевалка. В дошкольном учреждении уже оборудовали актовые и спортивные залы. Начинать заниматься спортом дети должны с маленького возраста, с детского сада. Потом, формируя свое здоровье, в школе продолжать. И нам необходимо вернуть спортивные программы, нам необходимо вернуть обязательно нормативы. Нормативы, спортивные нормативы. Это первый в Одессе детский сад, оснащенный солнечными батареями. Благодаря им будет подогреваться вода. Такое нововведение позволит значительно сэкономить на коммунальных расходах. Гордятся работники детсада и современным газоном с особым травмобезопасным покрытием. Получается, как будто европейское поле, видите, вот что-то мячется. Эта травка будет обыкновенный искусственный газон для детской игровой площадки. Это традиционно, это практически везде стелится. Она травмобезопасная, ну и просто эстетически, она тоже красиво выглядит. Детсад, рассчитанный на 100 воспитанников, откроют 1 декабря. Мария Сапкалова, Ксения Терзи, Алексей Мураховский, Думская ТВ. Это были все новости на сегодня. Информация от синоптиков далее по телефону редакции Думская ТВ 788-0075. Вы можете сообщать о интересных событиях, свидетелями которых вы стали. А я прощаюсь с вами. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Дима ТВ 788-0075. Дима ТВ 788-0075.